В Красноярском крае открылось отделение мужской художественной гимнастики. До сегодняшнего дня в нашем регионе не было таких секций о том, чем мужчин привлекает этот вид спорта и каким критериям должен соответствовать будущий чемпион. Поговорим с тренером и руководителем отделения мужской художественной гимнастики Краевой спортивной школы Александра Петрова. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, наконец-то свершилось, женщины долго добивались, да, отстаивали свои права, теперь мужчины вступили. Что такое мужская художественная гимнастика? Расскажите. Мужская художественная гимнастика немножко все-таки отличается от женской. Отличается от женской именно отсутствием женственности. Мужская художественная гимнастика направлена больше на силу, акробатику, дабы раскрыть все способности мужчин. Способности не к гибкости, не к растяжке, а именно к силе. Именно мужественности, брутальности. Да, именно брутальности, да. А откуда тогда взялись вот эти вот споры и дебаты, особенно горячие они в интернете, что на это зрелище совершенно невозможно смотреть, это спортсмены в обтягивающих трико с блестящими элементами и так далее, что прекрасная художественная гимнастика с женщинами и совершенно невыносимая мужская. Вот что вы на это скажете? Да, все о чем вы говорите, это испанская школа. Испанцы сделали очень просто, они взяли правила для женщин, надели женские костюмы, немножко накрасились и даже отстаивают свои права, чтобы они соревновались вместе с девочками. Но нигде в спорте такого быть не может, чтобы мужчины с женщинами конкурировали в одном виде спорта, верно. А во-вторых, то, что делают испанцы, не совсем физиологично для мужчин. Но не может мужчина быть перерастянут, как девочка, это не физиологично. Не может мужчина так гнуться в спине, показывать такую гибкость, как девочки. У мужчин должны быть больше развиты мышцы, это все-таки силовые качества. Поэтому мы развиваем японскую школу, вот это именно второе направление. Японская школа больше акробатична, акробатична в индивидуальных видах с предметом, а в групповых видах программы. Это сложная акробатика с поддержками, с поддержками бросковыми. И вот это вот очень сильно отличает японскую школу от испанской. То есть это больше акробатика получается? Это больше акробатика, да, и отсутствие женственности. Соответственно, как только мужчина перестает гнуться балетно, что-то делать, это выглядит по-мужски, брутально, и это можно смотреть. То есть вы рекомендуете? Да, это нужно. К этому, возможно, нужно немножко привыкнуть, но это тоже красиво, это имеет место быть. То есть есть мужчины в гимнастике, которые прям мужчины, которые очень координированы, очень здорово работают с предметом. Может быть в некоторых моментах даже лучше, чем девочки, потому что мужская координация, она немножко другая. И это действительно захватывает. А какие предметы используются в мужской художественной гимнастике, вот, ну, в японском направлении? В японском направлении скакалка, такая же, как у девочек. Булавы похожи на женские, но более массивные. И исконно мужские предметы, это гимнастическая палка и гимнастические кольца. Ни ленты, ни меча, ни обруча у мужчин нет. Так, ну это уже хорошо. То есть это больше уклон восточное единоборство, да, я понимаю, если палка, вот, булава, какие-то, работа с предметом, да? Да, да. Палка больше идет от меча, от жезла, от шеста, как-то вот так вот они ее называют. А кольца очень интересный тоже предмет, на самом деле необычный, вот, мне очень необычно с ним работать, потому что привычно с обручем, а тут кольца два, и они маленькие. Но это очень интересно. Так, расскажите о своих подопечных. Кто они, из каких видов спорта они пришли, насколько в Красноярске мужская художественная гимнастика популярна? Сейчас у нас на отделении взрослых спортсменов около 15 человек, это две группы. Одна группа, первый разряд, кандидат в мастера спорта, 10-12 лет. И вторая группа, это у нас мастера спорта, от 16 лет. Я так подозреваю, что все они пришли, наверное, из спортивной гимнастики, да? Да, они, конечно, с подготовкой, все они из спортивной гимнастики и акробатики, поэтому наша с ними основная цель – это освоить предмет, освоить, услышать музыку, синхронность. Это для них не свойственно, и это им сложно. Даже если они умеют делать всю акробатику, которую нам нужно, специфика совершенно другая. Поэтому им интересно, им интересно, потому что они ожидали от мужской художественной гимнастики чего-то совсем другого. Но они сейчас настолько вливаются, вот, например, старшие мои мужчины, они настолько вливаются, что они даже без меня успевают где-то менять упражнения. Потому что они понимают, что им это не нравится, давайте так, давайте так, и это получается лучше, вы знаете, потому что я не знаю их акробатику. Они как-то так прыгают раз-то, как-то встали хорошо. А вам сложно работать в художественной гимнастике именно с мужчинами? Именно с мужчинами работать легко, на самом деле. Я этого тоже не ожидала. Они какие-то другие, с ними работать по-другому. Они, знаете, более согласованные, они более воспитанные после спортивной гимнастики, они очень дисциплинированы. У девочек тоже это есть, но девочки такие больше нежные, к ним нужен больше подход. Мальчишек все-таки… Обичивые опять же, да? Да, мальчишек все-таки можно приструнить, за это спасибо второму тренеру моему, с которым мы вместе работаем, Василию Вадимовичу Малой. Он воспитал очень хорошо своих спортсменов, и он очень хорошо держит дисциплину. Как только он видит, что они там что-то куда-то, он работает не над дисциплиной, и мне остается только вот сама работа. Не кричите на них, да? Бывает иногда, без этого никуда, но они воспринимают по-другому. А музыку кто выбирает? Вы или все-таки это такое коллективное творчество? Пока больше выбираем мы с тренерами, советуемся кому что подойдет, потому что мальчишкам сложно. Они пока не могут выразить музыку, они пока не понимают, что это такое. Когда с детства ты работаешь с музыкой, ты уже понимаешь, что тебе нравится, под что тебе легче, а для них это все одинаково. Может быть, через годик-через два, когда они побольше в этом покрутятся, они, конечно, уже будут иметь свое мнение и будут понимать, что им легче, под что им, под быструю, под медленную и так далее. А пока это все-таки наше видение. А набор открыт в вашей группе или вы уже пока вот набрали и занимаетесь? Нет, набор у нас открыт, мы сейчас активно набираем. С сентября начинаются занятия, но и с сентября мы будем добирать группы, потому что у нас очень хорошие тренеры, бывшие спортивные гимнасты, мастера спорта. Есть кому работать с детьми. А готовы тренеры работать, давать базу, поэтому и сейчас активный набор, и после начала учебного года мы всех ждем. А вот ваши ребята не жалуются, что их дразнят там где-то знакомые во дворе, когда узнают, что они занимаются именно художественной гимнастикой, а не спортивной? Вы знаете, мальчишки не жалуются. Не жалуются, да, не было такого. Взрослые, конечно, рассказывали, что когда они вроде как начали художественно заниматься, так не понимали друзья, не понимала семья, что такое, зачем это тебе. Но когда показывают видео, более-менее объясняют, что это такое, показывают видео с тренировок, что они делают, люди понимают, что да, интересно. На ваш взгляд, насколько приживется мужская художественная гимнастика в Красноярске? Вы где-то планируете выступать, чтобы продвигать это направление, чтобы люди видели, что это не испанский путь, да, накрашенные мужчины со стразами, а именно красивые, брутальные мужчины, которые там работают с палкой? Да, мы активно сейчас начали готовиться к соревнованиям. Первые соревнования в Красноярске будут в конце октября, в 20-х числах. Там мы уже начнем выступать. Уже начнут выступать и кандидаты в мастера спорта, и мастера, и групповое. Мы постараемся приготовить, чтобы начать показывать, что это такое, хотя бы в Красноярске. И, конечно, всероссийские соревнования мы тоже уже готовимся. У нас будет три выезда до Нового года. Это все всероссийские соревнования. То есть вы так с места и в карьер только открылось направление, а вы уже вперед и на такие серьезные соревнования. Да, как-то очень амбициозно у нас это получилось. Но дело в том, что сейчас в России очень низкая конкуренция. И так как нам посчастливилось собрать спортсменов, взрослых, с которыми... Нужно занимать место под соусом. Да, нужно просто... Чем быстрее начнем, тем быстрее, тем выше можно забраться. Тем быстрее мы в этом разберемся. Если, конечно, начать с начальной подготовки с малышей, пока их дорастишь. Мы это делаем. Мы делаем, да, детей подращиваем со своей, с нужной для именно художественной гимнастики базой. Это больше владение предметом, чего не хватает взрослым гимнастам. Но это долго. Это долго, это 4-5 лет, пока мальчишки смогут выступать совсем маленькие. А здесь мы можем уже сразу влиться, сразу в этом разбираться. Александра, последний вопрос. Вот прокомментируйте. С одной стороны, все говорят, вау, зачем мужская художественная гимнастика, мужское синхронное плавание, такое вот возмущение, где-то агрессия, да? А почему нет, с другой стороны? Мир толерантен, он развивается. И вы ощущаете вот, ну, как бы излишнюю агрессию, может быть, да, и излишнее внимание? Да. Мешает ли это вам? Нам не мешает, но агрессию по поводу мужчин в художественной гимнастике я замечаю. Потому что не все принимают мужчин. Как ни странно, во всех мужских видах спорта женщины есть. Однако есть синхронное плавание и художественная гимнастика, которая сейчас из-за этого под ударом, в которых нет мужчин. Может быть, художественная гимнастика была бы хороша и без мужчин. Но в современном мире гендерное равенство настолько продвигается, и Международный Олимпийский комитет настолько за этим следит, что в Париже уже, они объявляют, что в Париже уже будет равное количество мужчин и женщин участвовать. Они прям, видимо, собираются высчитывать. И поэтому просто синхронное плавание и художественная гимнастика могут быть под ударом и рискуют с Олимпийских игр выбыть. И дабы просто поддержать девочек, с какой-то стороны, чтобы мужчины защитили девочек, вот это вот, я думаю, нужно принимать. Нужно выбрать ту школу, которая вам нравится. Россия выбрала японскую школу. И развивая японскую школу, мы просто пытаемся отградить девочек, защитить их, дабы художественная гимнастика осталась Олимпийским видом спорта. Александра, спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на вопросы, просветили и меня, и наших зрителей. Теперь будем знать и понимать, что такое в Красноярске мужская художественная гимнастика. Я напоминаю, в гостях у нас был тренер и руководитель отделения именно мужской художественной гимнастики Краевой спортивной школы Александра Петрова.